МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на первом Волгоградском канале. Московские студенты приехали в Волгоград, чтобы помочь в благоустройстве Мамаева кургана. В Краснооктябрьском районе на улице имени капитана милиции Тряскина заложили памятную аллею. Влажные салфетки, поступившие в продажу под брендом 70 лет победы, вызвали возмущение волгоградских ветеранов. Доходы Андрея Бочарова сократились в 4 раза после прихода к губернаторам в Волгоградскую область. На сайте администрации Волгоградской области опубликована декларация о доходах первого лица региона. Заработок Андрея Бочарова в 2014 году по сравнению с предыдущим годом стал меньше в 4 раза. Сумма доходов губернатора за минувший год составила 4 150 000 рублей. Доходов у его супруги и несовершеннолетних детей нет. Напомним, согласно декларации за 2013 год, доход Андрея Бочарова составил 16,5 миллионов рублей. Членов его семьи по 12 с лишним миллиона на каждого. Таким образом, согласно декларации прошлого года, доход семьи Бочаровых был около 53 миллионов рублей. Но прошел год, и ситуация изменилась. Цифры доходов стали значительно меньше. Администрация Волгограда отказала в просьбе руководства областного театра «Кукол» о переносе киосков, расположенных возле входа в учреждение. Руководство театра считает размещенные по периметру театра шесть киосков опасными для здания и его маленьких посетителей. Объекты почти вплотную прилегают к зданию театра, что, по мнению директора учреждения культуры, создает террористическую угрозу. Киоски закрывают окна, позади объектов постоянно скапливается мусор, что может привести к пожару. В темное время суток пространство между киосками и зданием театра превращается в общественный туалет, указанном в письме, адресованном руководителю областного профильного комитета. На многократные призывы директора театра перенести киоски власти традиционно отвечают отказом. Торговые точки установлены в соответствии со схемой размещения нестационарных объектов, утвержденной Волгоградской гордумой на период с 2012 по 2016 годы, а также договорами аренды земельных участков. Поэтому рассмотрение вопроса о переносе павильонов отмечено в ответном письме, возможно, только после окончания действия этих сроков. Пользователи социальных сетей из Волгограда и Астрахани возмущены появлением на прилавках магазинов упаковок влажных салфеток с надписью «70 лет победы». Такой выбор символики для товара, который применяется для гигиены, блогеры посчитали неприемлемым. Салфетки поступили в продажу во все сетевые супермаркеты одной из крупных торговых сетей. Изготовителем и заказчиком выпуска продукции стала компания «Авангард» из Санкт-Петербурга. На товаре гигиенического назначения также есть ссылка на перевод двух рублей с каждой проданной упаковки на счет Российского общественного благотворительного фонда ветеранов. Волгоградские ветераны восприняли продажу такого товара с символикой победы, с осуждением. Все, что связано с Великой Победой, с нашей Победой, с Великой Отечественной войной, с ветеранами – это свято. Это нужно проводить очень осторожно. Советуюсь с ветеранами обязательно. Продуманно, чутко, внимательно, очень корректно. Но салфетки влажные, универсальные, очищающие, естественно, для того, чтобы потом протереть руки и выбросить их на мусорку. Победу выбросить – кощунство. Возмущенные допускать такое нельзя. В преддверии празднования 70-летия Победы в Краснооктябрьском районе Волгограда прошла церемония закладки камня на месте памятника капитану милиции Андрею Тряскину. Погибшему при исполнении служебных обязанностей в 1954 году. На открытии присутствовали ветераны органов внутренних дел, учащиеся полицейского класса МВД имени Андрея Тряскина, школы номер 13, а также кадеты школы номер 95 Краснооктябрьского района Волгограда. Школьники и полицейские заложили аллею деревьев на улице имени капитана милиции Тряскина как символ памяти и преемственности поколений. В Волгоград прибыла группа студентов Московского государственного университета информационных технологий, радиотехники и электроники для того, чтобы в канун 70-летия Победы внести свой вклад в благоустройство Мамаева Кургана. Здесь полным ходом идут ремонтные и реставрационные мероприятия, и помощь пришлась, кстати. Все работы были согласованы с руководством музея-заповедника «Сталинградская битва». Тяжело находиться здесь в какой-то степени, понимая, что тут именно на этой земле творились те самые исторические события, о которых мы все знаем. Чудесный город по сравнению с другими городами, где я был. Тут все-таки чувствуется история, наша великая история. Для человека, который действительно ценит историю, это очень много значит. Я считаю, что всем надо хотя бы раз побывать хоть в одном городе-герое за свою жизнь. Ура! 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 На этом все. До свидания.